Привет, YouTube! Дорогие подписчики, я Анастасия Варламова, парикмахер-стилист, и вы на разборе по фотографиям стиля ваших волос. Недавно я запустила анкету, куда вы могли прислать свои фотографии по моему ТЗ и описать, что вам сейчас не нравится в ваших волосах и к чему бы вы хотели прийти. Но не накидывая мне ТЗ, как вы это обычно делаете у парикмахера, а немножко раскрывая себя, как бы вы хотели себя ощущать. Я буду открывать каждую фотографию, делать свои наскальные рисунки, прошу не обессудить это, для того, чтобы обосновать вам, почему я даю такие рекомендации, почему я рекомендую, возможно, изменить укладку, окрашивание, какая техника подойдет. Важно сказать, что я ничего не окрашиваю ни в негатив, ни в позитив. Это не оценочное осуждение, а просто мое видение, которым я делюсь. Мне очень хочется раскрыть, как рассуждает парикмахер свою логическую цепочку, которая у меня основана на моем опыте в 19 лет профессии. Ну что, погнали! Первой на разборе будет Виктория. Очень волнительно, очень приятно. Начну с того, что прочитаю ее запрос. Виктории не нравится то, что волосы постоянно лезут в лицо. Волосы пушистые и кучерявые, поэтому приходится каждый раз делать укладку. Они выглядят не очень живыми. Второе. Хотелось бы выглядеть более дерзко и модно, но в то же время не сильно вызывающе. Третье. Хотелось бы не сильно убирать длину. И третье. Хотелось бы ощущать себя более уверенно и комфортно. Хотелось бы, чтобы люди обращали внимание и делали комплименты. Но я уверена, что вам делают комплименты, потому что вы очень красивая, эффектная, стильная. Для женщины, чтобы она чувствовала себя уверенно, уверенность заключается в волосах. Потому что какой бы одежду вы не надели, какой бы макияж не сделали, когда вы стоите в неглиже в ванной перед зеркалом, если вам что-то не нравится в волосах, то это сразу же подрывает самооценку. И потом мы уже сверху пытаемся это все доработать, дополнить сопутствующими нашими аксессуарами и одеждой. Поэтому мой призыв к тому, чтобы вы нравились себе, когда на вас еще ничего не надето и волосы являются вашим главным аксессуаром. Для того, чтобы волосы были эффектными сейчас, особенно в постковидные времена, важно, чтобы они были густые, особенно в зоне лица и висков. Это говорит то, что они у вас не выпадали и у вас вообще хорошая генетика. Волосы в распущенном виде и в собранном виде. Распущены, собраны. Видно то, что волосы правда пушатся, они славянские. На таких волосах объем там, где накапливается масса волос. Вот мы в распущенном виде можем увидеть то, что объем накопился как раз таки внизу. Но так как периметр рваный, возможно они обломались, возможно это в целом критическая длина для Виктории, где дальше они в густоту не будут уходить. За счет того, что есть обесцвечивание, волосы выглядят тоньше, легче. Ну и сам процесс обесцвечивания достаточно агрессивный, который истончает волосы. Разная структура волос, и чтобы выровнять эту структуру, необходимо наносить стайлинг. Наносить его нужно, начиная с концов и проходя от самых корешков. То есть вот эти вот пушистики, которые торчат, это как раз таки более легкие волосы, которым нужно дать вес стайлингом. Таким волосам подходит увлажнение и питание. После, если вы хотите сделать объемную пышную укладку, необходимо наносить муссы или средства специально уже для объема. То есть обязательно сначала выравниваем структуру, наносим уход, несмываемый, в вашем случае облегченный, чтобы не было перегруза. Дальше фиксация. Что я сейчас вижу по форме и что касается запроса, волосы постоянно лезут в лицо. Здесь есть зона челки. Пришло время наскальных рисунков. Вот это зона челки. Если длина челки до подбородка, то она является челкой. Все, что ниже подбородка, челкой уже не является и служит как окантовка, которая разбавляет наш периметр. Итак, здесь нет плотного края у челки. Как я говорила, что там, где накапливается масса волос, будет объем. Форма лица стремится к идеальной. Мы сейчас это посмотрим на других фотографиях. У волос, получается, нет четкого места. То есть они не уходят назад. Их можно только заправить за уши. То есть челка подстрижена неполноценно. Я бы рекомендовала ее подстричь по середину лица, либо ориентируясь на уголки губ, чтобы кончики заканчивали здесь. И тогда, вот если челку стричь примерно вот от этой зоны, это правильное деление челки, естественно, она будет очень тонкая, она не будет работать по назначению, будет падать вам на зрачок и, соответственно, только мешать. Когда челка достаточно плотная и подстрижена правильно, то у нее, соответственно, есть поддержка прядей, закрывается вот эта вот зона, и челка уходит на свое место. Она вам не будет мешать. Не бойтесь, делайте челку полноценной. Соответственно, если челку подстричь правильно, то тогда она будет не лезть в глаза, не будет выпадать лишняя прядка, и вы сможете ее как перекидывать наверх, убирать, вот эту вот высоту ставить, также укладывать в сторону по бокам по привычному вам способу. Дальше. Сейчас такая длина волос, что у них есть всего два положения. Либо вперед к лицу вы их все перекидываете, разделяя пополам, либо сзади, как это выглядит сейчас. Сказать, что это эффектно? Нет. Не хватает плотности периметра, который бы держала. То есть вот эти вот тонкие концы, которые вы щипцами сверху укладываете, выглядят очень мило. И если вспомнить ваш запрос, что вы хотели бы выглядеть более дерзко, то нужно тогда убирать вот эту вот мелкую рябь и излишние мелкие локоны. Поэтому периметр стрижки должен быть плотный. Сейчас посмотрим дальше. В хвосте особенно сейчас видно, насколько истончены концы. Классно, что волосы осветлены, и визуально это дает ощущение объема, что их больше. Но концы нужно подстричь. Я бы убрала вот этот хвост. Смотрите, когда вот этого кончика маленького не будет, то хвост будет выглядеть очень увесистый и очень уверенно. Здорово то, что вы не мельчите кудри. Это опять же делает образ более расслабленным. Мне в целом хотелось уйти в вашем случае от эффекта барби, если хочется выглядеть более стильно. То есть чуть более ломаную волну, пляжную. Попробуйте научиться делать укладки без плоек, а именно на браш, либо завести фен-щетку. То есть чтобы максимально сохранять пышность в концах. Потому что термоинструмент настолько выглаживает прядь, что объем уходит в воздух. Объем у вас остается только за счет того, что вы делаете изгибы и заломы. Хвост вот этот вот точно нужно будет убрать. Волосы, кстати, будут себя классно в блонде чувствовать, если срез, концы, они будут плотные. Это как с примером, если одну венточку легко сломать, то веник вы уже не сломаете. Пусть у вас будут концы, как веник. Звучит, конечно, да? Ну ладно, не обессудьте, мой первый разбор. Итак, в профиль то же самое видно. Очень тонкие концы, пушатся корни. Пушистики нужно пригладить, концы сделать плотными. Итак, у лица тоже видно, как проседает форма. Здесь в укладке. Вы молодец, что вы укладываете волосы, очень стараетесь, хочется вам облегчить жизнь. Перестаньте укладываться на термоинструмент. Убираем вот эти вот истонченные концы, вот эти щупальцы маленькие. Они нам не нужны. Пробор красиво выглядит. Вам идет центральный пробор. Но обратите внимание, как массивно выглядит линия челюсти от того, что, линия подбородка вообще, от того, что весь объем накопился только вот в этой части. То есть вы очень сильно расширяетесь. У вас голова переходит за счет волос сразу в плечи. То есть я не вижу изгиба ваших ключиц, начала ключиц, а это самая сексуальная часть у женщины, я считаю. Итак, я попросила прислать фотографии с собранными волосами, чтобы форма хорошо читалась. На мой взгляд, форма лица стремится к идеалу, к овалу. Вот. Вы видите. То есть лицо вытянутое, но есть ярко выраженная линия, подбородка, вот здесь уголочек, вот здесь уголочек, и височные впадины. Незалысины, височные впадины, что дает нам силуэт прямоугольника. В зависимости от того, какую вы укладку будете носить, какую форму стрижки, вы сможете подчеркнуть либо прямоугольность вашего лица, либо вытянуть в овал. Для овала очень важно не сделать лицо еще длиннее. То есть важно давать объем в средней части головы. Поэтому по моим рекомендациям я бы рекомендовала делать слои, либо, если это будет корея и средняя длина, то с градуировкой вот в средней части головы. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Сейчас форма в стрижке вытянута вот таким образом. И все накоплено вот здесь. А необходимо, чтобы объем был вот здесь. Это я мощно загнула с объемом, согласна. Соответственно, появляется вытяжение. Челка хотелось бы, чтобы уходила вот в такую линию. Сейчас челка лежит вот здесь. И от того, что изгиб начинается у вас ниже, подчеркивается как раз-таки угловатость лица. Какие могут подойти формы стрижек, чтобы стало понятно? Ну, очень красивая, очень красивая. Кстати, ярко выраженная радужка, светлые глаза. Блонд вам очень хорошо, но вы давно не делали окрашивание. И в целом, если вы хотите выглядеть более дерзко и менее мило, то блонда я бы вам рекомендовала делать меньше. Итак, что подойдет Виктории? Если мы говорим про среднюю длину, то классно будет каре. Почему оно классное? Посмотрите, потому что есть горизонтальная вытяжка волос. Вот он, объем. На вытянутое лицо будет классно балансировать голову. И если мы вернемся к фотографиям во весь рост, таким образом получится отделить голову от тела. Следующий пример, который бы я сделала. Вот он, идеальный референс. Но здесь по настроению, ну, это выглядит модно, это выглядит относительно дерзко, потому что есть текстура. Волосы по качеству тоже очень похожи, но блонды много. По характеру я бы тогда добавила больше вертикали и сделала бы его контрастнее. Глаза выглядели бы ярко. Но это, мне кажется, идеальный просто референс. Как вы считаете? Пишите в комментариях, пожалуйста. Вот пример более контрастного окрашивания. Видите, у корня уже есть вертикальные блики. Длина тоже светлая, но даже в длине есть более очевидный контраст. Есть челка, которая длинная, потому что есть привычка носить челку, но подкрут идет уже более спиральный, более вытянутый. То есть это меньше эффект куклы Барби. То есть кончики не прямые здесь оставлены, они более спокойно подкручены. То есть оборот плойки будет раз, и дальше просто вы уводите вниз. Вот такие действия. Обязательно попробуйте, потренируйтесь. Если говорить про дерзкое и блонд, так как это ваше состояние души, я бы сделала еще вот такую форму. Она очень классно будет вас вытягивать как в вертикаль, так и в горизонт. Но с вашим объемом волос вы можете позволить себе именно в такой длине тотал блонд. Это будет компактно, и такая накрутка тоже очень сильно выглядит. Мне кажется, что вот это был бы самый дерзкий вариант. А, ну еще у меня есть одно предложение, но вы будете в шоке. Но на мой взгляд, это супер дерзко. Длина сохранилась? Сохранилась. Модно? Модно. Волосы красиво выглядят? Красиво. Подкрут есть? Есть. Но характер уже совершенно другой, и эмоция тоже другая. Итак, давайте подытожим, кто подойдет Виктории, чтобы она стала более дерзкая и уверенная в себе. Во-первых, ухаживать за волосами еще более качественно, как от корней, так и до кончиков. Убрать все тонкие пряди по периметру, поменять стиль укладки и постараться укладываться теперь на фен и не использовать плойку, чтобы не убирать объем и улучшать качество волос. Окрашивание с более контрастными вертикальными бликами. Поднять челку до середины лица, чтобы классно ее лицо кадрировалось, вытянутое, и это будет ее больше вытягивать в овал. То есть это основные будут рекомендации. Я желаю удачи, и присылайте потом ваши фотографии.